Дни от Рождества Христова до Крещенского Сочельника называются святыми или святками. В народе в это время было принято не только ходить в гости, но и гадать. И хоть Православная Церковь не одобряла гадания, желающих заглянуть в будущее было много. В музее-усадьбе городского быта напомнили, как проводили таинственные обряды с помощью зеркал, свечей, воды и других атрибутов. В современном мире подобные действия больше напоминают забаву развлечения. Наши гости гадают обязательно на благополучие и на то, что случится в наступившем году. В небольшой шкатулке у нас не только пшено, но и спрятаны монеты, сладости, сушки, то есть хлебобулочные изделия. Обязательно есть булавки, ключи. И тот, кто возьмет горсточку пшена с такими интересными предметами в руку, может себе напророчить. Либо денежный достаток, либо сладкую жизнь. Сотрудникам музея все же посоветовало всем, кто гадал в эти дни, обязательно на крещение Господне омыть себя святой водой. Все-таки гадание для людей, верующих, большой грех. А великое водосвятие – символ очищения и возвращения порядка. В музее до сих пор стоит елка со старинными игрушками и игрушками, сделанными своими руками. Во время мастер-класса юным посетителям показали и помогли сделать ангелочка. В нашем случае это еще и обереговая кукла. Мы видим, она без лица, так как и было положено в то время. Есть нимб, крылышки, крест, который является обереговым символом. Рубашка обязательно в пол. И вообще наш игрушек белого светлого цвета, что и символизирует свет. Все самое доброе и теплое, что есть в этом мире. Подобные вечера в музее продлятся до 19 января. Ирина Антонова, Геннадий Бухтояров, Олл Правда ТВ.